Сегодня жители Якутска и Мегина Конголасского Улуса, всего 98 тысяч человек остались без электроэнергии. Как сообщили в Якутск Энерго, произошло технологическое нарушение на ЕГРЭС-2. В результате переключения линии и восполнения выбывшего оборудования менее чем через час, энергоснабжение всех потребителей Центрального энергорайона восстановлено. Якутская ЕГРЭС-2 еще не введена официально в эксплуатацию. После крупной аварии в начале октября на другой станции ЕГРЭС-1, когда без электроэнергии остались более 300 тысяч человек, было решено ускорить работы по ее вводу в работу. 17 октября на Якутской ЕГРЭС-2 были проведены комплексные испытания четырех газотурбинных установок с котлами, утилизаторами по выдаче электрической и тепловой мощности в сеть Якутска. Тем временем сегодня в Якутске на многих перекрестках не работали светофоры и образовались пробки. По автоматике отключился Мегино-Кангаласский район и часть центра города Якутска. Для балансирования нагрузки персоналом РДУ были отключены ряд линий. Это на Пердегистях, Горный Улуз, Солнечный. Часть нагрузки была отключена и часть нагрузки была отключена на Хандыбу. То есть нагрузка сбалансировалась. Соответственно, мы опустили резервные машины на Якутской ЕГРЭС-1. Это пятая, шестая, седьмая машины. После этого опустили машину на Якутской ЕГРЭС-1, первую и четвертую. Ну и сейчас нагрузка вся фактически взята. Все потребители запитаны, восстановлено энергоснабжение. ГРЭС-2 уже сейчас на сегодняшний день, режим восстановлен на текущий момент.